добрый вечер дорогие участники нашего летнего лагеря приветствую вас на таких символических ваших любимых диванов диванах у каждого это какое-то свое понятие я коневская нина викторовна преподаватель доцент кафедры психотерапии восточноевропейского института психоанализа кандидат психологических наук я индианский аналитик и танцевальный двигатель всех терапевт также переводчик я работаю психологом уже с 2000 года 20 лет и частная практика у меня в течение семи лет также я провожу семинары не только в россии но и за рубежом делаю доклады и так далее и являюсь это также преподавателем базового курса юнгианского анализа у нас восточноевропейском институте психоанализа и я очень рада приветствовать вас сегодня и тему которую я бы хотела вам предложить это поговорить о сути юнгианского анализа через призму биографии юнга и я подумала как возможно это будет воспринято я вспомнила свой какой-то опыт биографий и вспоминаю как музыкальной школе мы читали биографии разных композиторов скука неимоверная но вот и почему скука подумала я потому что написано родился там такой-то семье и такие такие достижения что-то там произошло но вот сегодня я вас уверяю мы пойдем с вами по другому пути и и я бы хотела зажечь что ли вас предложить вам такой огонь искру путешествие или прикосновение к индианскому анализу через биографию юнга как живого человека давайте мы на него посмотрим как на человека с которым предположим мы с вами могли бы жить рядом давайте мы посмотрим на него как на преподавателя которую могли видеть давайте мы посмотрим на него как на человека который страдал и страдал тем же самым чем он и и и мы и наши друзья и так далее и как он все это выводил на уровень сознания и и как бы собирал и такой образ который у меня сегодня рождается я бы хотела предложить вам движение по спирали потому что на самом деле мы с вами будем говорить не о юнге как бы мы будем говорить о юнге но не о юнге потому что через за то что я бы хотела рассказать о нем я предлагаю вам более такие многомерные уровни я так показываю это знаете как как что-то как лепестки цветка или как другие измерения что по большому счету мы будем говорить о каждом из нас по большому счету мы будем говорить о том как как что-то в нашей жизни может сработать и помочь мы будем говорить скорее даже о том это моя надежда о том как пересобрать что ли свою жизнь сначала деконструировать а потом пересобрать это идея психоанализа и она и венгянском анализе тоже важно и мы будем говорить о смысле и и мы будем пробовать что-то соединить вот если что-то из этого удастся точнее не так когда из этого что-то удастся я буду очень рада такая преамбула она мне кажется важный для того чтобы сказать вам об этом и я буду сегодня с вами не просто там читать какие-то тексты я хочу плести ковер я буду вплетать в нити рассказа о юнге разные разные концепции которые он создал и одновременно я бы хотела передать вам именно то как из жизни из событий жизни возникает там профессиональная жизнь я думаю это важно потому что здесь собрались те кто в общем не чушь то совсем профессии психолога психоаналитика и так далее и где вот эта точка от которой жизнь начинает выстраиваться и я конечно я очень надеюсь пробудить ваши чувства ваши эмоции потому что именно через них мы чувствуем себя живыми и только переживание себя живым приносит смысл в то что в нашей жизни происходит и направляет и направляет нас ну вот к выбору то или другое делать или там с тем или иным человеком жить и общаться ну давайте начнем с того что формально назовем дату рождения юнга он родился 26 июля 1875 года в городе кесвей швейцария и я думаю что это тоже так очень важный момент я вот я никогда не была в швейцарии кто-нибудь из вас был швейцарии вспомните какие вообще ощущения чувства возникают и как вообще тело так как я танцевальный двигательный терапевт я буду приглашать ваши телесные тоже переживания сюда как тело вообще переживает себя в пространстве такого швейцарского пейзажа и ландшафта отец его был протестантским священником и звали его иоганн паул ахиллес прямо так сказать приглашение в мифологию о чем юнг позже будет очень много говорить и чему будет посвящать много времени а мать эмили а в девичестве прайс вверх прайс вверх переводе с немецкого это точная работа ценная работа интересно так как это мне сейчас так пришло в голову была она была из хорошо известна семьи базили и вот не очень то все просто у юнга начинается ду юнга в семье было два мертвого рожденных ребенка и еще мальчик оль который прожил несколько дней то есть юнг который родился первым ну как бы вот точнее который вот долго прожил в этой семье да и кажется что он первый он оказался четвертым и это такая очень важная тема так как мы с вами говорим о сути юнгянского анализа к чему и раскрываем объем юнгянского анализа о чем вообще в юнгянском анализе можно думать и говорить и какие вопросы решают тот вопрос замещающего ребенка это сразу же вот место которое юнг получил и собственно дальше через свою жизнь он как-то раскрывал что ли эту эту историю потому что замещающий ребенок это с одной стороны очень тяжелая история с другой стороны это очень тонкая близость к бессознательным и в том числе коллективным да наверное знаете как нужно сделать я сейчас сделал демонстрацию экрана и запущу презентацию там я хотела вам показать кое-какие вещи совместное использование кто мне даст знать все показывает показывает так вот сонастроимся вот такой вид мандалы штука мандала и для кого это не знакомо вернемся попозже просто вот просто побудьте сейчас в созерцании направьте свой взгляд центр а потом попробуйте удержать периферию а теперь попробуйте удержать и центр и периферию одновременно и на символическом уровне это и есть суть юнгианского анализа помнить про центр помнить про то что у нас есть центр не один вот как здесь на рисунке а два которые располагаются как будто бы один над другим один из них является эго а другой центр в коллективном бессознательном это самость эго построена по принципу самости но является центром сознания и все что находится в структуре психики которая оказывается не очень простой этот рисунок индейцев уичоль мне кажется прям максимально раскрывающим всю наполненность наш психики и эго как центр сознания который здесь может являться например красной точкой так можно про юнга так много всего интересного это потому что он соединил в своих трудах а он написал 20 томов за свою жизнь родился в 1875 а умер он 1961 да и кстати тоже очень интересная параллель попробуйте посмотреть на это в 1875 году у нас совсем недавно отменилась крепостное право и умер он в 1961 году когда гагарин полетел в космос и и вот как соединить да вот эти такие две вехи например вообще в истории россии одним из складов юнга является то что он соединил религиозное мистическое научное знание и он первым ввел понятие не просто бессознательное понятие бессознательного вел фрейд юнг продолжил и углубление в объемы бессознательного и он ввел понятие коллективного бессознательного как некого хранилища опыта знаний который которому у нас есть доступ у всех он ввел понятие архетипа я вернусь через его биографию попозже к этому ввел понятие трансцендентной функции как способности психики удерживать противоположности и через удерживание напряжения противоположности находить некое третье что является что не является первым и вторым но выполняет задач первого и второго и как будто бы улаживает эти противоречия разработал концепцию самости и как часть соединения востока и запада исследовал связь алхимии и психологии как-то я вот начала с того что вот он был такой появился как не первый да он появился по большому счету четвертый зная возвращаемся к определению коллективного бессознательного и включая сюда определение семейного бессознательного зная бессознательно а четырех предшественников до четырех его братьев и сестров которых он никогда не видел и которых его родители потеряли но ничего не знал об этих потерях но вот суть том что при переживать замечающий ребенок это то что он очень сильно в контакте вот с этой не прожит с этими прожитыми потерями и он переживает эту печаль как если бы он был в чем-то виноват как будто бы он что-то потерял или он явился причиной большого несчастья так переживает замещающий ребенок вот эту бессознательную печаль и когда ему исполняется три года его мать попадает в депрессию и она помещает психиатрическую клинику на несколько месяцев и за ним ухаживает тетя сестра матери которая старше его на 20 лет он помнит что его нам на руках носил мыл отец и у него появляется экзема и вот все это объединяется в такие фразы которые он описывает в своей книге воспоминания сны и размышления что он всегда чувствовал недоверие когда кто-нибудь при нем произносил слову любовь а слова женщина вызывала чувство естественной незащищенности так поэтому уважает опыт брошенности и переживание ребенком такого базового недоверия к нему из того что главный заботящийся объект не способен о нем заботиться и не присутствует я много буду зачитывать из фраз из книги воспоминания сны и размышления потому что это такая интересная книга вроде бы эта биография но ее писала даниэла яффи не сам юнг и юнг о себе говорил уже под закат жизни и по большому счету вроде бы биографии но он собрал всего что понял про свою жизнь и что и отразил своих трудов за 20 лет это одновременно и очень глубокая книга и одновременно очень легко читается и так интересно и она она соприкасает нас живым человеком живым размышляющим человеком и переживающим и также помогает нам приблизиться к нашим с вами переживаниям я не сказала о том что вопросы ваши я приглашаю сколько сейчас 18 15 давайте до 18 часов я поговорю а потом вот посмотрим какие вопросы будут и я уже выстрою в соответствии с вашими вопросами тоже какие-то ответы ладно также мы еще договорились с организаторами семинара что если у вас будет какие-то и лагеря моего семинара и лагеря вообще что если у вас будут какие-то вопросы то вы их пишите пожалуйста по электронному адресу мне их перешлют я на них отвечу и вам их перешлют обратно а если это будет очень важно и также в этот момент у юнга есть лужанка которая обладает такой такой внешностью как черными волосами оливковой кожей и образ потом ложится в основу его переживаний и концепции аниме как женской части мужской психики я об этом тоже поговорим сейчас я приближаюсь потихонечку какие-то вещи и и первое воспоминание который помню помнит о своей жизни он помнит очень ранее когда он еще лежал в коляске и он вспоминает красивое солнце которое проникает через листья деревьев и она так тепло светит и играет это такое яркое воспоминание другое воспоминание уже более зрелое когда у нас захвачен идею идеи увидеть труп который вы выловили рыбаки и буквально две минуты может быть три я бы хотела пригласить вас как-то такой экскурс в свою жизнь совершить такие ваши как и ваши первые воспоминания о себе по крайней мере я знаю что два-два-два минуты мало это все равно такой способ как бы вот так посмотреть да посмотреть заглянуть какие у вас воспоминания вашей жизни а что я помню первое что сейчас или не прямо что сейчас мне приходит из того что я не помню впервые как первое воспоминание если положительные какие может быть переживательные и знаете ли вы вашей семье вы появились как какой очередности были перед вашим рождением какие-то потери в семье или были какие-то приобретения какие-то в семье и да и 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 какие чувства сейчас приходит как вообще тело себя чувствует кто не хочет просто подышите первые воспоминания это тоже очень важная история с которой начинаются которые начинаются наши путешествия и восприятие мира и вот тот же год когда вот четыре года юнгу он захвачен вот этой вот идею увидеть труп который плывет и рыбаки его вылавливают дальше он даже сильно падает с лестницы ударяется головой об углу плиты и даже чуть не падает с моста на древеские водопады но позже он сам уже сам интерпретирует это как либо бессознательное желание совершить самоубийство либо на неизбежное сопротивление жизни в этом мире это очень важная концепция что касающиеся того что и это разработали юнг и фрейд совместно после того как сабина шпиллера эту идею поселила взлона психоанализа о стремлении к смерти и о том что это я уже хочу добавить если есть четыре потери до появления да то как бы такая энергетическая воронка вот того кто родился и не понимает почему столько много печали скорее устремляет к тому чтобы сопротивляться жизни у юнга матери остается два таких воспоминаниях когда она выглядит грациозной и одеты красиво это когда они поехали на экскурсию в арлис хая и она он ее помнит как одеты в красивые платья а в основном у него воспоминания матери как они молодой располневший с одной стороны с другой стороны двойственной матери которая с одной стороны какая-то добрая ему с ней интересно а с другой стороны непоследовательная и весь темная сторона который вдруг появляется и вдруг оборачивается к нему и он это очень боялся и нам важно понимать что юнг ощущал себя с одной стороны чувствительным и уязвимым ребенком а с другой стороны одиноким он ощущал себя не похожим на других начало себя каким-то особенным но и возвращаясь концепцию замещенным ребенком он действительно был особенным потому что вообще-то он был первым живым после 4 умерших это это такая важная особенность которая всегда ощущается такими детьми сестра его родилась когда ему было 9 лет уже и до этого он преимущественно играл только сам с собой и с окружающими предметами и я кстати еще не обратила ваше внимание на эту фотографию которую я представила в этой презентации посмотрите пожалуйста на эту фотографию а вот юнг молодости юнг старости да вы какому бы аналитику пришли вот какому бы юнгу согласились прийти на прием такой вот у меня вопрос и с каким взглядом смотрит молодой юнг и с каким смотрит уже пожилой я здесь вижу даже такую большую разницу даже в телесном воплощении молодой юнг скорее выглядит как отстраняющийся и очень недоверчивый так диагностически смотрящий уже юнг уже юнг в старости наклоняющийся вперед стремящийся и глаза как будто бы вот любопытство испытывающий интерес они ставящий диагноз и они как-то так с очень большим приглашением смотрят и с интересом мне кажется что мы тоже можно посмотреть на свои фотографии например в детстве потом подростковом возрасте потом еще когда-то да вот так вот смотреть как меняется наше телесное положение как меняется наш взгляд как меняется наше ощущение самих себя когда мы внутри нас когда мы смотрим на эти фотографии вот например глядя на юнга в молодости сейчас да я когда смотрю у меня возникает ощущение и кого напряжение когда мое тело собирается более плотным и собранным и осторожным а на более пожилого юнга я смотрю когда у меня возникает ощущение расслабленности безопасности какой-то и какой-то игривости даже как-то даже по моему радость сейчас хочу посмотреть не написали ли вы что-то как это сделать сейчас если у нас чат от решенности недоверия первого до молодой обращен к себе пожилому я бы к веселому стреку пришла предвзятый взгляд а потом принимающий да вот эта предвзятость мне кажется знаете она свойственна людям которые работают психиатрами свой и просто они стали диагнозы да то есть такой диагностический взгляд я бы сказала как бы понять ты сейчас куда тебя сейчас в клинику или дом полежишь и под конец жизни юнг начал получать от нее удовольствие здорово нам бы так тоже бы хотелось правда получать удовольствие от жизни и и собственно наверно это является такой целью юнгянского анализа как приход к себе самому настоящему и какое-то соглашение с какими своими ограничениями и принятие своих талантов и может быть своего пути и получим удовольствие от этого мы двигаемся дальше пусть пока эта фотография постоит но я пока к ней не возвращаюсь дальше я бы хотела вам сказать какой что какая была для него история игр и я бы пригласила вас подумать о ваших играх которые вам нравились об их ваших детей если у вас есть дети там племянников или не знаю как вам как в общем я приглашаю вас путешествовать в вашу жизнь и и что вокруг вас вот юнг очень после семи восьми лет очень любил строить из кубиков и камушков башни и города и мы к этому потом очень вернемся очень важное место и потом с восторгом их разрушал землетрясение я думаю что мы знаем очень многих детей которые с большим удовольствием все разрушает и прямо испытывает от этого кайф и это очень важно это очень важная процедура которая очень важно но удивительно что и любопытно что вот эти его игры и и конкретно юнга совпадают с мощным извини извержением вулканом крукотау в индонезии когда погибло около 40 тысяч человек здесь вроде бы есть как вопроса игра который свойственно всем да и некая уже чувствительность происходящему в природе когда что-то строится и есть чувствительность к разрушению которые вот где-то на земле есть то время как я живу в другом месте но это одно и то же время это предшественник идей синхронии которую юнг в своей своей теории очень сильно разрабатывает и очень ясно описывает важной игрой была игра с камнем я вот это опущу пойдем дальше вот больше интересно что юнг из камня сделал когда родилась гертруда в 10 ему было девять лет это его сестра а в десять лет он сделал своего черного человечка спрятав его я почувствовал себя в безопасности и мучительное ощущение внутренней борьбы ушло как мать он видел какую-то двойственную то вот он ее очень любит она его слушает она такая любопытная с ним то потом она только появляется как темная сторона и она на него нападает или она его перегружать своим бессознательным как я бы сказала как психотический материал нагружающие или там какими-то ассоциациями и он не знает откуда как от нее скрыться и она в этот момент его вообще не может вмещать также он переживает двойственность себя но он очень рано очень рано еще мальчиком пишет пишет о том что я очень рано начал понимать что во мне живут две личности два человека и и наверное здесь есть такая очень важная такая история которая касается того как отличать психоз от психотического процесса потому что дюнгянский анализ работает с психотиками кстати на сувальнодвигательная терапия тоже работает с психотиками и этот опыт естественно основан на жизни юнга у которого тоже была психотическая масса которая приносила какой-то опыт да и он пробовал в себе удержать все эти несрастающиеся в нем или которые еще невозможно удержать переживания и то что вот психоз отличает от психотического процесса это тем что есть внутри позиция субъекта если человек никогда не теряет позицию субъекта где он наблюдаем и вот мой один пришел вот мой другой пришел вот мой третий пришел но это все моя внутренняя реальность внешне вот это и я наблюдаю все и я понимаю где моя внутренняя реальность где внешне и где я субъект процесса Тогда это психотический процесс, которым можно управлять и в котором можно быть. Но психоз – это когда происходит потеря вот этого диспетчера, когда непонятно. Когда пришел один, а потом пришел другой, и тот другой не помнит про первого. Ну и так далее. Когда невозможно удержать, когда нет вот этого наблюдающего субъекта. Вот Юнг, к счастью, эту субъективность удержал. И вот он пишет, что черный человечек был самым важным секретом, существенным опытом его детства. Это была первая попытка придать внешнюю форму внутренним переживаниям. Похоже, что Юнг поместил в человечка все ощущаемые внутренние противоречия и какие-то травмы о матери, о себе, всякие переживания, которые он переживал. Потому что его отец, да, наверное, сейчас важно сказать, что его отец был католиком, но он должен был верить и говорил о вере, но Юнг всегда чувствовал, что отец сам не верит. Как будто он читает священные тексты, но он не живет в этом, его веры в этом нет. И у Юнга в этом было все время такое расщепление, когда он должен верить в Бога, но даже отец этого Бога не привносит. И я думаю, что мы тоже с вами имели этот опыт, когда начался коронавирус, и храмы закрылись. И тогда стало ясно, кто во что верит, и нужна ли вера вообще, потому что как будто бы веры перестало быть достаточной для того, чтобы в храмы можно было войти. И я сейчас это называю просто для того, чтобы мы осмысляли, да, я не говорю о том, что правильно, а что неправильно. Я говорю скорее о том, что очень легко произошел отказ от религии или от веры в пользу науки, реальности и так далее. И это говорит о внутреннем Боге, давайте так скажем, куда, в кого мы едем. И Юнг чувствовал, что найти вопросы на смысл своих переживаний и ритуалов он сможет найти в природе, а не в церкви. Поэтому всю жизнь у него был невероятный интерес к живому миру, растений, животных, камней. Он всегда стремился обнаружить что-нибудь таинственное и интересное. И религия Юнга была именно таинственная, когда он говорил, да, все это так, но не так. А что делать с тем, что под землей? Вот мы не видим, что под землей, что с этим делать? Ему очень много слов снилось, разные подземные содержания. И дальше Юнг поступает в базельскую гимназию, и его отец становится капелланом в психиатрическом госпитале. Юнг осознает себя сыном бедного священника. У меня дырявые туфли, я по шесть часов сижу в школе в мертвых носках. Я начинаю сочувствовать своим родителям и снова переживаю себя двоярко. С одной стороны, как судья, решающий чью сторону мне принять, отца или матери. А с другой, глубокое чувство неуверенности в себе. Коннотация на какую сторону принять содержится в том, что, предположительно, мать, Юнг предполагает, что мать попала в психиатрическую клинику из-за разногласий с отцом. Учение в школе ему давалось легко, и в 11 лет происходит нечто очень важное, что мы можем называть явлением первичного нарциссизма, или проявлением осознанности, или, что называется, пробудился, или появлением осознания собственного вера. Это очень важный момент, который происходит в жизни каждого человека. Вот у Юнг это произошло в 11 лет, первое самосознание. В какой-то момент меня охватило чувство, будто я только что вышел из густого облака и теперь, наконец-то, стал самим собой. Как будто бы стена тумана осталась за моей спиной. И там, за этой стеной, еще не существовало моего «я». Теперь же я знал, что оно есть. До этого я тоже существовал, но все до этого, что случалось, случалось с тем «я». Раньше со мной что-то делали, а теперь я делал что-то. Переживание было очень важным и новым. Я обладал властью. Попробуйте вспомнить как-то свой опыт жизни, свою жизнь. Есть ли такие переживания у вас, когда вы четко осознали «это я»? или что «теперь только я»? В своей практике я часто задаю пациентам вопрос. У вас есть чувство, что вы имеете, что вы существуете? И очень много людей говорит о том, что нет, у меня это нет. Или люди говорят, у меня есть мерцающее чувство. Это моя интерпретация мерцающая. Я то есть, то у меня нет. И вот это вот очень важная точка в жизни любого человека. Научно она называется «появление первичного нарциссизма». То есть, и это нормально, и это нужно. Когда вдруг я начинаю понимать, что вот я, вот она я. И вот Юнг в 11 лет уже находит в себе неуверенного мальчика, а другой чувствует себя важным и влиятельным человеком из 18 века. Пожилым, опытным, но умудренным. Он носит пряжки, извините, туфли с пряжками и белый парик. Но надо сказать, что у Юнга очень интересная родословная. Помимо того, что у Юнга вообще там очень много было священников и его родословной, и здесь мы с вами прям можем к расстановкам Хиллингера обратиться, как части тоже возможности в юнгианском анализе быть интегрированными. Или вообще к передаче трансгенерационной травмы. Вообще-то у Юнга был очень великий тет, которого тоже звали Карл Густер, который был великим медиком, и даже говорят, что он был незаконно рожденным сыном Иоганна Вольбенка фон Герте. Но, сделая некую кондентацию, я хочу вам сказать, что вот мой личный опыт из жизни также заключается в том, что у нас с вами есть не только трансгенерационная передача травмы, но у нас еще есть трансгенерационная передача дорог. Тут бы я хотела сгладить эту историю. Что у каждого из нас есть то, что у нас из поколения в поколение как дар передается. Или что-то, что не завершило одно поколение, не получило, получает другое. И вот у нас с вами... Сейчас я бы хотела поговорить о том, как Юнг воспринимает мать, как Юнг воспринимает отца. И одновременно я приглашаю вас подумать о том, как вы воспринимали, например, в детстве своего отца, свою мать. И у кого не было отца или матери, то это все равно фантазия о том, какой он был или мог бы быть. Это тоже восприятие. И это очень важный момент. Я к этому вернусь в ассоциативном эксперименте, когда мы будем говорить. Юнг имеет вот такие воспоминания о матери, я уже рассказала такие, да, и представления о ней как... Они последовательны и которые, в общем, не сможет выдержать всего его переживаний, потому что сама впихивает в него свои, когда не может выдержать. А отец, это тоже такое понимание слабости и безверия своего отца, это очень удручало Юнга. И направило его, и направило его на поиски своего бога, своего внутреннего бога и поиски религии, то, что же заставляет человека верить. И Юнг студирует теологическую литературу. Тот объем литературы, который знал Юнг и который он приводит в своих работах, просто потрясающий. Он просто потрясающий. Я не знаю, когда человек столько мог вообще прочитать. То есть я не знаю, каким надо обладать временем и усидчивостью, а еще и памятью. Потому что, например, интерпретируя сны, Юнг мог брать вообще в своей голове, как книжку с полки. А в гравюре 18 века вот этот образ присутствует вот так. А в гравюре 20 столетия, который там присутствует у индейцев, не гравюра, а рисунок, вот это присутствует вот так. Но я считаю, что это вот здесь. Вот так вытащить из разных мест. А у Марка Аврелия этот образ присутствует в его рассказах вот так. И это совершенно разные какие-то источники, такой кругозор, который, конечно, потрясающий. Ну вот Юнг штудирует теологическую литературу, чтобы понять волю Бога, что Бог хочет, что это значит жить, ну, как это, с волей Бога. И он находит проповеди Отца о Божьей благодати пустыми. Он хочет помочь Отцу, но не знает, как. И он задается вопросом о замысле Бога, о смысле Божьей воли. И молодой Юнг сетует, что люди не понимают, что такое подчиняться воле Бога. Он одновременно понимает, что его личный отец не сможет принести свою жертву Богу или себя в жертву Богу. Серьезно, как не хватит. Или он не сможет принести самого сына, то есть самого Карла Густава Юнга в жертву, как Авраама Исаака. Он не сможет принять крестные муки, как Иисус, так как он не верит и не знает Бога. Но Юнг уже что-то знал, потому что больше, чем 60 лет спустя, он скажет в интервью BBC, есть такое интервью, вы можете в Ютьюбе набрать, интервью Юнга с BBC. И на вопрос интервьюера BBC, верите ли вы в Бога, он говорит, я не верю, я знаю. И вот он говорил не о любящем христианском Боге, он говорил о Боге более древнем, который больше напоминает природу, которая точно не про любовь к человеческому пониманию и справедливости. Двойственная природа матери была одним из главных причин ночных кошмаров. Днем ласковая, по ночам она казалась странной и таинственной, являясь мне страшным всевидящим существом, полузверем, жрицей из медвежьей пещеры, беспощадной, как правда и как природа. Иногда мать давала волю бессознательному и перегружала им Юнга, и тот не всегда мог справиться с этим. Также одноклассники не понимали его. Он не понимает, что происходит в церкви. Это важно, почему я сейчас говорю о церкви, потому что это важная часть жизни швейцарского человека в то время. И так формируется некое мировоззрение, которое потом выражается в его трудах. А дальше в его концепции психики и то, как сейчас работают лингианские аналитики. В поиске ответов о Боге Юнг обосновывается в библиотеке отца. И в качестве подростка он уже ищет кого? По большому счету другого отца. Когда мы ищем Бога, мы ищем отца. Мы ищем отца, который нам поможет. Мы ищем этот образ. И мы с вами приближаемся к таким разговорам, как комплекс, отцовский комплекс, материнский комплекс. Это то, что пошло от Юнга. Он начал теорию комплексов разрабатывать и разработал, предложил ее. И кроме того, мы с вами обращаемся к архетипу отца и матери. И я снова вернусь к этому еще чуть позже. Я веду это. Юнг пытается найти информацию о темных сторонах Бога, о которых не говорится на профилегиях, и которые сложно найти в богословской литературе. Юнг сосредотачивается на идеях, что Бог сам создал и сам изгнал людей из Эдема. Что это он призвал Авраама к соноубийству, и что в мире много страданий. И если Бог являет собой высшую красоту, то почему мир его творения столь несовершенны, спрашивает Юнг. Я думаю, что мы с этим вопросом встречаемся все. Особенно, когда мы переживаем эту потерю. В этот момент, как он говорит, номер два его матери, номер один, как бы личность номер один и личность номер два, подсунула ему пауза. И он читает о нем, его. Юнг поступает, учится, опустим же, в школьные годы, и, наверное, остановимся на таком опыте, как выбор профессии. Тоже очень важная история. Это прямо, может быть, как частью консультирования, запросы, с которыми там клиенты приходят, это часть запроса в нашей жизни. Какую профессию выбрать, как мы себя вообще чувствуем, кто я в этой жизни, как профессионал. А также наши дети поступают куда-то и выбирают профессию. То есть, такой большой пласт, который вот через Юнгу мы можем просто посмотреть. И выбор профессии – это еще и такой способ воплощать свою персону. Это такая часть нашей психики, которую Юнг в структуре психики выделили. Та часть нашей личности, которая обращается к социуму. И та часть нашей личности, которая пробует адаптироваться к тому, что нужно обществу, что обществу требует, и к тому, что нужно мне. Как мне получить от общества, что нужно мне, теми способами, которые общество принимает. Вот персона отвечает за это. Вот Юнг, выбирая профессию, обращается к... Да, я еще должна, наверное, сказать... Ну ладно, пусть так. Он не собирался выбирать... Ну вот он поступил в Базелье, в медицинский факультет, в Базельский университет, потому что денег не было его учить в других каких-то городах. Он хотел стать археологом, зоологом и еще много кем, но нужно для этого было деньги. Ну вот получилось так, что он поступил в Базель, где они жили, на медицинский факультет. Но после медицинского факультета нужно было выбирать специализацию, терапию или медицинское дело, и он выбирает психиатрию после долгого-долгого колебания. Но что его, ну как бы, что перещелкивает? И в нашей жизни есть такие моменты. Это очень важно вспомнить, как в нашей жизни есть такие моменты, которые случаются, и что-то у нас... Раз, и реальность поменялась. И он открывает учебник Рихарда фон Крафт Эббинга. Это австрийский немецкий психиатр, который является родоначальником сексологии. И в его учебнике по психиатрии он прочитает, читает, что психозы – это болезнь личности. И он читает у автора. Вероятно, в силу специфики предмета и его недостаточной научной разработки, учебники по психиатрии в той или иной степени страдают субъективностью. И дальше Юнг пишет. «Внезапно мое сердце сильно забилось. В волнении я вскочила за стола и глубоко вздохнула». Это очень важное описание телесных реакций на переживание смысла, когда происходит что-то важное. Меня будто озарило на мгновение, и я понял, вот она, моя единственная цель – психиатрия. Здесь могли соединиться два направления моих интересов. Помните, я говорила про трансцензентную функцию, когда есть противоречия между одним и другим. А у Юнга было противоречие между тем, что вот он хотел быть историком, он хотел идти за фактами, ему нужны были факты. Но также он хотел и быть в искусстве, и наслаждаться эстетикой, и понимать, вот как это все создавалось. Но как объединить эти две части? Они переживали какое-то несоединение, и внутри него напряжение. Он не мог выбрать ни одно, ни другое, а хотел оба. И вот только здесь нам могли соединиться направления моих интересов. «Именно в психиатрии я увидел поле для практических исследований, как в области биологии, так и в области человеческого сознания. Такое сочетание я искал повсюду и не находил нигде. И, наконец, я нашел область, где взаимодействие природы и духа становилось реальностью». Я назвала здесь природы и дух, да, как материальное и духовное. Это как две противоположности. Но также как в противоположности история человека, история жизни человека. И искусство эту историю вплести в смысл. Вот он увидел это все как объединяющийся в психиатрии. Вот мы подходим с вами к ассоциативному эксперименту. Но до этого я еще должна вам сказать о том, что Юнг также имел очень интересных вот этих родственников по материнской линии, прайс-вердоков, многие из которых были медиумами. И он действительно посещал эспиритические сеансы. У него была кузина 15-летняя, которая довольно-таки отлично разговаривала голосом деда, которого я уже упомянула, и говорила о том, о чем она не могла знать. И Юнг увлекается феноменом спиритизма и его истоками. И он обнаруживает, что в разных частях Земли в разное время появляются одни и те же истории. И он задумывается, внимание, об объективных свойствах человеческой психики. Но нигде ничего не может найти на эту тему. Но именно наблюдение вот этих вот спиритуалистов или как спиритилистов, спиритистов являются первыми объектными свидетельствами психических феноменов. Призраки, привидения. Он очень прекрасно все это описывает в своей диссертации, которая называется, в 1902 году, защищая диссертацию, которая называется «Психология и патология так называемых оккультных феноменов». Это очень важная веха как в жизни самого Юнга, так и веха в психиатрии, в понимании психозов, в понимании бреда или в понимании того, что когда-то нам люди приходят и говорят «Я видел духа» или «Ко мне пришло привидение». Юнга в этой диссертации показывает, что бессознательное более чувствительно, чем сознание, что психологические расстройства имеют телеологическое значение. Я к этому еще вернусь. Телеос, смысл. Что у каждого психологического расстройства есть смысл. Оно так что-то проживает, что-то важное для психики. И не только для индивидуального, но еще и для коллективного. Бессознательное является спонтанным источником мифологического материала. И вот эта история расширяет его мировоззрение. И он удивляется, почему наука отрицает работу с такими феноменами, как появление привидений, духов, разговор с ними. Почему это является чем-то, ну скажем так, околонаучным. Он всегда стремится расширить науку и объяснить научно то, что никогда в жизни науке не приходило в голову описывать, как принадлежащее ей. И вот в 1903 году он увлекается ассоциативным экспериментом и выясняется метод ассоциации, когда сидит человек, ему говорят слова, а он должен отвечать какую-то ассоциацию на это слово. Измеряется время реакции, с которым отвечает человек на это слово. И также записывается слово, которое он дает. И его реакция. И Юнг понимает... Кстати, он увлекается этим ассоциативным экспериментом и одновременно основывает лабораторию экспериментальной психопатологии, где он со своими студентами как раз и проводит эти ассоциативные тесты. И это сделал Юнгу очень известным. Эта тема была очень популярна, потому что он изучал, в отличие от других исследователей, не содержание ассоциации как мышление и память, а он изучал, что вызывает затруднения. И из этих экспериментов он вывел теорию комплекса. Он сказал о том, что у человека затруднения вызывают именно те слова, которые связаны с его травматическим опухом, какими-то трагедиями, потерями, сильными эмоциональными потрясениями. И даже видя, какие слова вызвали в нем какие задержки, временные реакции, или наоборот слишком быстро, даже не подумал, сразу ответил, или какую-то реакцию эмоциональную, например, человек покраснел или он засмеялся, или человек дает ассоциацию абсолютно не в ряде каком-то, абсолютно в каком-то другом, не знаю, например, на слово труба он отвечает, а ничего. Вот что-то такое. Можно прям составить представление о неком месте в психике, которое ранимо, которое наполнено больными переживаниями, и через которое человек начинает неадекватно себя вести. И он обращается, и он с этим исследованием Фрейда. Он пишет ему. Фрейд восхищен. Фрейд уже описал механизм вытеснения, о котором Юнг только догадывается. Но Юнг уже столкнулся с феноменом, что люди не могут подобрать ассоциацию, или забывают о накануне возникшей ассоциации. Или, например, настолько сильное слово, например, нож. Если, например, было убийство ножом у человека в жизни, вокруг него, что-то произошло. Что человек даже забывает, какое слово у него спросили. Он говорит, что? Еще раз. Еще раз скажите мне. И так далее. И когда слово стимул затрагивает конфликт или болезненные зоны психического, это, собственно, и показывает, что что-то выяснено. И проявляется только в ответ на какое-то переживание. На какое-то слово, которое вызывает эмоциональное переживание. Юнг отлично начинает работать. У него появляются очень удачные пациенты. Он работает в клинике Бург-Вольц с психотическими больными. Треть излечивается прекрасно. Треть усовершенствует свои состояния. Треть остается такими, как они были. У него есть примерные, примерные, я имею в виду как достойные примеры, случаи работы с больными, которые стали даже потом основой танцевально-терапевтического опыта. Например, одна женщина, и положили основу работы с контртереносом. Одна женщина, которая находилась в таком коматозном состоянии, приходя к нему, не двигаясь и застывая, и не говоря очень долго, навела его на мысль о том, чтобы повторить ее движение, о том, чтобы эту же позу воспроизвести через себя, в своем теле. И когда он эту позу принял, я сейчас чисто по какому-то своему памяти представляю себе эту позу вот так, как я читал, не вспомню точно, но вот она была какая-то сжатая, представим себе, что это так. И когда он вжился в эту позу, он позволил всем своим чувствам, которые отсюда возникают, говорить. И он ей что-то сказал, если я правильно помню, из-за разряда, что как это горько, что это невозможно. Она подняла на него глаза и сказала, откуда вы знаете? И с этого момента она заговорила. С этого момента она поняла, что он о чем-то знает, что очень важно для ее души. Она раскрыла вот эту часть, и она заговорила, и лечение стало более успешным. И Юнг говорит о том, что моя практика работы с больными позволила мне понять, что бред и галлюцинации, как правило, содержат некоторое разумное зерно. За ними стоит личность, ее история, ее надежда и желание. И если мы не находим в этом смысла, то, видимо, дело в нас. В нашем нежелании понять и неумении объяснить. За психозом, я считаю, стоит общая психология личности. Мы находим здесь все те же вечные человеческие проблемы. больной может казаться тупым, апатичным, вялым или совершенно словоумным, но это лишь видимость. При детальном изучении в основе умственных расстройств мы не обнаружим ничего нового и неожиданного, а столкнемся с теми же вещами, которые лежат в основе нашего собственного существования. и это открытие имело для меня огромное значение. И это очень важный момент, который Юнг дальше, позже описывает в одном из своих трудов работы с одним психотическим больным, который пришел к нему и стал описывать, как луна подходит к солнцу через ветер и целует его. И, в общем, мы бы с вами, как современные люди, да и Юнг тоже, восприняли бы это как психотический бред. Ну, и в лучшем случае вы послушали и сказали, ну, да, 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 хорошо, и окей. Или сказали бы себе, ну, все, как говорят сейчас в современном мире, кукушка потекла. Но удивительно, как спустя некоторое время, открывая одну из алхимических книг, Юнг, точнее, нет, не алхимические, какую-то другую книгу, Юнг открывает какую-то книгу про ритуалы индейцев и встречает ритуал, обряд индейский о встрече луны и солнца через вот этот вот поцелуй и ветер. В общем, все вот эти вот элементы существуют в обрядах индейцев и они их проделывают через свои обряды и ритуалы. А вот этот вот сумасшедший, как нам кажется, просто имеет очень хороший, говорит Юнг, контакт с коллективным бессознательным и он каким-то образом свои переживания может каким-то образом хоть как-то объяснить через вот этот вот канал. И я возвращаюсь к Юнгу. Это наша ограниченность не позволяет понять, что у нас, нам в нашем современном мире не хватает ритуалов, которые помогают нам удерживать какие-то переживания или просто их проживать и отпускать. И любая какая-то инаковость, которая нам в голову пришла, нам кажется сразу сумасшедшей. В то время, как это может быть просто контакт с коллективным бессознательным. Ну и, конечно, Юнг считал психотическими тех, у кого просто очень выраженная, так сказать, открытая дверь коллективная бессознательная и очень слабая эда, которая не может выдерживать реальность этого мира. Ему легче вот через ту дверь пойти, чем остаться в этом мире. Вот я вижу, что я вам обещала вопросы сейчас, да? Ну, я рассказала только вот эту часть. Но все-таки дайте мне еще пять минуточек, хорошо? Это важный момент. Потому что, смотрите, как я сейчас все это связываю. Помните, мы говорили про восприятие отца и матери? Так у нас складывается материнский комплекс и отцовский комплекс. Совокупность переживаний, совокупность нашего опыта относительно того, что такое для меня мать, что такое для меня отец. Но Юнг вводит, помимо Фрейда, еще одно, так сказать, измерение. Он говорит о том, что помимо нашей настоящей матери и помимо нашего настоящего отца, у нас еще есть база данных и контакт с этой базой данных. Как вообще быть матерью? Что такое хорошая мать? Что такое хороший отец? Что такое плохая мать? Что такое плохой отец? Что присутствует в мифах и сказках. И коллективное бессознательное выражает себя через мифы и сказки. Именно поэтому очень важно их изучать. и в этом есть надежда, что те, у кого была жизнь очень тяжелая, например, когда к нам приходят пациенты с вопросами насилия или отсутствия вообще матери или отца, то это не значит, что они не смогут чего-то, не знаю, чего-то не смогут. Скорее, это вопрос осознанности и погружения в описание того, что для меня такое, такие у меня переживания связаны про отца, про мать, ну а также мой внутренний отец может быть совсем другим, как настоящий. Мое внутреннее представление о том, какой должен быть отец и мое внутреннее представление о том, какая должна быть мать, оно может отличаться и я могу это расцепить, потому что помимо настоящего реального отца у меня еще есть божественный отец, то есть та информация, которую человечество накопило о том, как вообще быть отцом и что передается нам через сказки, через мифы и легенды. И мы приходим к понятию архетипа, архетипа отца. У нас есть теория комплексов, у нас есть с вами понятие архетипа, как некой психической формы, в которую психика вкладывает свои содержания, но форма есть у всех. И психический опыт распределяется по таким полочкам. Так, вот это про отца, вот это про мать, это про ребенка, это про пару, это про смерть, это про жизнь, это про войну, это про мир. То есть те вот такие структуры психики, которые существуют уже в нашем человеческом бессознательном и передаются нам с самого-самого начала. И самое главное, что отделило Юнга от Фрейда, это то, что Юнг сказал о том, что любви это не сексуальная энергия, это не только сексуальная энергия, это жизненная энергия. И что жизнь человека, определяемая только сексуальными влечениями и их вытеснением и дневнодворением, выглядит очень жалко. И Юнг говорит о том, что жизнь имеет смысл. Психика реализует некий смысл, который несет над индивидуальная часть психики, которая называется самостью. Тот архетип, та форма, в которой сконцентрирована вся информация о том, что для этого человека нужно и как ему становиться собой и становиться полным. И контакт с самостью является собственно смыслом жизни. И становление самим собой, отделение себя от норм семьи, общества, формирование своего видения является путем жизненным. То, что называют Юнг индивидуацией, которое начинается во второй половине жизни, потому что в первой половине жизни очень важно адаптироваться к обществу, а дальше важно наоборот искать свой собственный путь. Но об этом тоже отдельно может быть история. Но я остановлюсь сейчас именно на разнице либидо, потому что на мой взгляд это очень важная концепция. Либидо это жизненная энергия, которая также может быть и сексуальной, но также является и любовной, как любовь, также является и смысловой, как смысл, и вообще является витальной, приносящей жизнь, наполняющей организм жизни. И Фрейд просто после 13 часов беседы вместе при первом знакомстве и нескольких лет вместе, и тем, как они делились друг с другом с нами, как они друг с другом общались, и Фрейд видел Крон Принца, продолжателя психоанализа в Юнге. Юнг осмеливается сказать о том, что он не согласен с теорией либидо, как просто с теорией сексуальной энергии. И Юнг говорит, ой, простите, Фрейд говорит, все, я с тобой больше тогда не общаюсь, и он исключает Юнга из своего круга. Для Юнга это огромная потеря, Юнг исключен, а для Юнга Фрейд всегда был таким отцом. Возвращаемся к комплексу отца и к архетипу отца. Тот отец, который был настоящий, был неуверенный и не верил ни во что, а Фрейд был тот отец, который верил. Но как у нас с вами срабатывает энантиодромия, которую пишет Юнг, как перетекание противоположности в другую? Тот отец, который верил, вдруг заставил Юнга верить в то, что является догмой. А догма никогда не дает свободу научному мышлению, говорит Юнг. Догма это то, что есть и чего не может быть опровергнута. Это не научный подход. И он осмеливается сказать Юнг, Фрейду об этом и пишет книгу «Либидо и метроморфозы и символы либидо». И эта книга показывает то, как либидо является энергией, которая трансформирует психику, не только сексуально что-то делает, но трансформирует психику. И как психика нуждается в движении либидо через символы, через работу символического ряда, которые оказывают очень важное энергетическое влияние на человека. На несколько, на два года Юнг впадает в психотический процесс. Он остается покинутым, брошенным и разрушенным. и вот кто, что возвращает его к жизни, он понимает, что он может только строить камешками замки около своего озера. Помните, я вам говорила о том, что любимая его игра в 7-8 лет была такая? Он любил строить всякие замки, а потом их разрушать. И вот он уже, будучи отцом троих детей, а вообще он был отцом пятерых детей, и он пишет о том, что я понял, что у меня не остается ничего, кроме как согласиться с моей детскостью, что я сейчас впадаю в состояние ребенка, и я играю, я не могу больше ничего. И вот для мужчины 40 лет поддаться, поддаться, я имею в виду согласиться, смириться вот с этой ситуацией в то время, когда мужчина имеет патриархальный экран, патриархальные проекции, он должен быть главой семьи и так далее, это была просто революционная история. Для этого общества, для жены Юнга, кстати, Юнг женился на имя Роушенвах, богатая женщина, Юнгу повезло, потому что долгое время у него не было вопросов с деньгами, когда он уже начал работать, и пациенты пошли к нему рекой, тогда уже вопросов с деньгами у него не стало, но изначально деньги были у жены, и она очень верно ему всегда служила, но в хорошем смысле, она была таким хорошим компаньоном, она его поддерживала, и поддерживала еще и такую жизнь каждодневную. И вот это очень важный момент, он строит замки из камешков вместе со своим сыном Андреасом в течение двух лет, и это помогает ему выйти из этого психотического уровня, когда все разрушено, и я не знаю, кто я, где я. И это очень важный момент, который я бы хотела тоже сделать таким важным, потому что к нам приходят люди, и у нас у каждого есть такой этап в жизни, когда нам кажется, что мы попадаем куда-то, в начало вообще своего жизненного пути, когда мы вдруг чувствуем, что мы не справляемся. И это очень важно согласиться с тем, что я сейчас не справляюсь, и найти возможности хоть какого-то временного формата побыть себе в этом состоянии и вспомнить, что помогало мне в этом возрасте, как Юнгу помогали в 7-8 лет игры встроить камешками какие-то башни. И это потом является основой песочной терапии, когда Юнг начинает работать с пациентками, которые начинают лепить что-то из песка делать, и он вспоминает свои стройки из камешков, и уже впервые в истории психоанализа на практике Юнга происходит все. Его пациенты танцуют, рисуют, лепят, поют, приносят свои вылепленные, вырезанные из дерева элементы. Все, что угодно, лишь бы только понять целостность вашей души. И если в психоанализе было важно в то время, что психоаналитик знает все, пациент не знает ничего, психоаналитик должен понять, в чем конфликт у пациента, выстроить, сказать, это у вас вытеснена либидо, здесь у вас вытеснена сексуальное желание, здесь вы должны быть в сильном эго и пошли, то Юнг впервые приносит смысл того, что вообще-то я не знаю, что правильно для пациента, но я знаю, как довериться его психике. И Юнг говорит о телеусе психики, о том, что психика стремится к теле, к целостности. И иногда цена этого стремления к целостности это невроз, иногда цена этого стремления к целостности это психоз, а иногда какая-то другая, иногда потери, иногда предательства и так далее. Но вот нужно доверить себя тому, что психика знает, что делать. И это очень важный момент, очень важный момент, потому что, собственно, вот суть юнгианского анализа и работы юнгианского аналитика именно такая, глубинная связь со своим личным бессознательным, связь с бессознательным клиентом, формирование поля, в котором есть возможен доступ к коллективному бессознательному, если он понадобится, и доверие психике, что психика знает, как себя исцелить, и следовать за психикой. Наверное, я остановлюсь, потому что я вот еще хотела бы на ваши вопросы, да, какое-то время предложить. Не знаю, как вам кажется, удалось зажечь вас какой-то мысли про юнгианский анализ, поглубже подумать про свою жизнь, может быть, или про свои вехи. Жду ваших каких-то вот ответов, комментариев. Здесь вот слева, в первом ряду, Фрейд с дубиночкой сидит, а юнг тоже с дубиночкой. Посередине Стэнли Холл. Есть такие, Сабина Шпильрейн, я вам говорила о стремлении к смерти, о ее идее, которую взяли Фрейд и юнг потом. И Тони Вульф, это отдельная история. Вот они, правда, четыре ребенка, пятого не нашла фотографию с пятым. И вот башня, которую юнг построил в конце своей жизни, сам, редко прибегая к помощи, в этой башне нет ни телефона, ни электричества. И он говорит о том, что в этой башне не нарушено дух предков. Их не побеспокоит современная история. Я сейчас думаю еще про интернет. В общем, там он жил прямо, как жили его предки. Брал воду вот отсюда или из колодца, сейчас боюсь наврать откуда. Готовил на плите и размышлял о вечном. А потом возвращался к семье. И про мандалы я вам еще не рассказала. Вы бы еще слушали, слушай, спасибо. Почитайте, пожалуйста, воспоминания, сны и размышления. Это очень интересная книга. Уточните название книги, пожалуйста. Вот это, наверное, да? Немного об Ани-насиянине. Хорошо, сейчас расскажу. Почитайте, пожалуйста. Это очень поможет и в жизни. Это поможет просто понять какие-то части своей жизни, как на самом деле помощь. Иногда нам кажется, что попали мы, простите, в пятую точку. Но позже мы поймем, что именно эта пятая точка сместила нашу точку сборки в то место, где потом нам открылись какие-то другие возможности. И вот этот вопрос смысла, он очень важен. Человек, у которого есть смысл, может выдержать все, пишет Юнг. Об Ани-мюсии и Ани-ме. Это вообще отдельная тема, потому что это тоже архетипы, то есть некие структуры психики, которые содержатся у нас. Изначально, сейчас это все претерпело огромные изменения у постюнгианцев. Но Юнг конкретно, давайте сейчас остановимся на этом, говорил о том, что в каждой психике, в психике каждого человека существуют две части. Одна мужская, другая женская. Естественно, у мужчины мужская часть в сознании, женская в бессознательном. У женщины женское в сознании, мужское в бессознательном. И это я отвлеклась на ваши комментарии. И образ женского у мужчины очень важен, потому что он складывается из отдельных, так сказать, элементов. Какая была мать, как конкретная психика сейчас связана с коллективным бессознательным, и что она из коллективного бессознательного взяла как женская. Как личный опыт связан с женским. И, например, на примере Юнга. Вот у него была мать такая, знаете, он о ней говорит, она невидная, она пышная, но она такая малозаметная. Но она очень любила слушать, и она очень хорошо готовила. А еще была служанка, темноволосая и смуглокожая. А еще у него была вот еще кто-то, да? И потом дальше это проявляется в том, что у него жена такая, очень заботящаяся. Он находит жену, которая заботится, хорошо готовит, она ему помогает. А потом у него еще Туни Вульф, которая дополняет вот эту вещь, которую мать не сделала. Вы знаете, не сделала, ни одна мать не может сделать все. Давайте не будем себе обвинять матерей. Но просто вот мать Юнга не смогла обеспечить ему вот этот вот контейнер, в котором все его переживания она могла вместить. Но если честно, я сама не знаю, кто бы вообще мог вместить Юнга, по большому счету. Потому что все то, что вот он привносит, я не знаю, это... Я точно знаю, что в одну женщину бы это не влезло. И другая женщина Туни Вульф, она помогала ему в этих вот всех путешествиях и конфронтации с его бессознательным. Про красную книгу, может быть, вы еще почитаете. Возможно ли применять юнгановский подход в онлайн-сессиях? Обязательно. Потому что мое бессознательное никуда не девается, ваше тоже. А между прочим, сама связь тоже является очень синхронистичной. Я в последнее время даже уже... Знаете, как говорят, к бабке не ходи. Это происходит очень потрясающие истории. Ну, например, мне клиентка говорит, и тут у меня в глазах потемнело от ярости. И зум отключается. Или что-то я сегодня не хотела приходить на сессию. И звук плохой. Или у кого-то звука нет. Ну, то есть настолько есть вот какие-то вещи, которые мы еще с вами не можем осмыслить, но они в целостности некого подхода психического очень вписываются. Синхронистичность показывает то, что в мире физическом происходит, отражает смысл, который есть в психике. И это просто одно и то же, только отраженное в двух разных реальностях. Так, про аниму-анимус сейчас докончу. И анимус – это мужская часть женской психики. И эти два архетипа должны быть как-то воплощены в психике человека через разные образы. И энергии, обязательно энергии, для того, чтобы человек к своему настоящему «я» шел. Потому что невозможно самому прийти к своему самости. И часто мы должны быть в отношениях, чтобы понять о себе настоящем что-то. Именно поэтому мужчине нужна женщина, женщине нужен мужчина. Ну, про другие виды человеческих связей я сейчас не буду упоминать, чтобы не открывать лишние дискуссии, потому что времени нет. А так, в общем, про все можно поговорить и все можно увязать. Не знаю, что я еще могу рассказать про аниму-анимус. Потому что это огромнейшая тема, она очень интересна. Про то, как мы находим себе партнера, как некое воспоминание внутреннее о том образе, импринте этого анимуса, который у нас есть. Или как мы находим себе женщину, как импринт вот этой анимы, который у нас есть. Потому что как будто мы узнаем человека, мы говорим, да, мне такое чувство, что мы общались всю жизнь, но мы вообще не расставались никогда. Ну вот откуда это может взяться? А это может взяться из того, что мы узнаем в этом человеке нечто, что наше коллективное, наше родовое и наше индивидуальное как-то вместе все сконструировало, соскульптировало. И вот теперь говорит, вот теперь ищи. Или мы говорим, ну все в нем хорошо или в ней, и статно, и богато, и там, но он не зажигает. Или бы, ну все мне хорошо, там, в замужестве, там, в отношениях, очень комфортно. Вот сейчас очень люди любят и говорить, мне комфортно. Но что-то мне не живется. Почему пациентам юнга, спасибо большое, что вы говорите, что легло, что как интересно вам, мне это очень важно, вместо бабки на анализ, это точно. Почему пациентам юнга не помогали только беседы? Потому что у нас с вами есть телесный опыт, и тут я могу ответить, как телесно-двигательный танцотерапевт. Мы с вами все, друзья мои, до года точно не говорили. И то, что мы с вами переживали раньше... Я сейчас это через Даниэля Стерна, как-то как... Даниэль Стерн такой психоналитик, который написал «Межличностный мир ребенка». Очень рекомендую почитать, тоже очень легко читается и интересно. Он пишет о своем сыне, он наблюдал за... Сейчас такое есть направление наблюдения за младенцами. И он наблюдал за своим сыном, и он говорит, вот мой сын лежит в кроватке и видит солнечный зайчик, который отражается на вот этих вот деревянных палочках в кроватке. И вот мой сын переполняется возбуждением, радостью. У него увеличивается сердечный ритм. Возможно, даже как-то... Не, возможно, а точно кровь побежала. У него начинает теплеть кожа, у него загораются глаза, у него возникает восторг. Он впервые это видит. И мама ему говорит, да, это солнечный зайчик. И потом дальше ребенок и все мы с вами вынуждены вместить всю вот эту совокупность телесного опыта в два слова. Солнечный зайчик. А как, например, я сейчас могу передать, сказав вам про солнечный зайчик, что я действительно ощущаю, когда я вижу солнечный зайчик? Особенно, если моя мама даже... Моя, это я имею в виду не конкретно моя, а я так с вами разговариваю, как вот этот младенец, да? Особенно, если моя мама даже суперхорошая мама, предостаточно хорошая мама, она никогда в жизни не сможет понять, что у меня происходит. Она не скажет, так, посмейтесь со мной, так, сейчас у меня сын смотрит на солнечный зайчик. Надо замерить давление, надо понять, как у него сахара в крови. Я ему потом все это расскажу. Да, вот солнечный зайчик, это когда у тебя сахар достигает 4,5. Это когда у тебя давление поднимается до сталькита. Это вообще все равно ничего не сможет объяснить, что происходит внутри. Целостность телесного опыта и эмоции, которые возникают и отражаются в теле, она не может быть описана словами, нам придется с вами с этим согласиться. И есть огромная часть опыта нашего, который мы никогда в жизни не вставим в слова. Это жертва, которую мы привносим, это та пропасть, которую мы никогда не сможем перепрыгнуть до конца, осваивая язык. Но язык нам очень нужен. Как мы будем общаться, как мы будем объяснять? Мы хоть что-то можем объяснить, мы хоть что-то можем выяснить. А вот ты когда злой, ты что делаешь? Я когда злой, я хочу жрать и уходить в комнату, не надо мне ко мне лезть. А ты когда злая, что хочешь? А я когда злая хочу, я хочу тарелки кидать, и чтобы ты видел, как мне плохо. Вот разные переживания злости. Договорились, ладно, поняли, что это значит быть злым для каждого из нас. Но это уже взрослый разговор. Но ребенок никогда в жизни это все не опишет. И все равно то, о чем я сейчас сказала, это всего лишь часть тех процессов, интенсивность которых возникает и в образах, и так далее. Поэтому нам с вами нужна лепка, поэтому нам с вами нужен рисунок, поэтому нам с вами нужно движение. Потому что все это возвращает в телесность опыта. И возвращение тех, всех переживаний, которые лежат в довербальном компоненте. Они никогда в жизни не станут вербальными. Никогда. И в этом очень помогает и лепка, и танец, и вырезание, и вышивание крестиком, и вырезание столбик натянувания. Чем? Вырезание? Слово вычислило. Кстати, к вопросу об ассоциативных экспериментах. Лобзик, спасибо. Лобзик у меня вышел с вами сейчас. Вот, поэтому мы сейчас с вами, как специалисты уже 21 века, нуждаемся в понимании того, что слова – это совсем не то, что нам поможет. Но вспомните, давайте все мы с вами вернемся к марту месяцу. Вспомните, как вы отреагировали на коронавирус. Как вы отреагировали, что он сейчас и придет в Россию. Это невозможно описать словами. Вспомните эти реакции. Они не описываются словами. И они соединяются с очень многими историями. Для кого-то это бросило в переживание, как его бросили в детстве. Для кого-то это вообще привело в переживание татаро-монголского ига. Кто-то вспомнил про войну. У нас в Питере все, практически все, с кем я говорила, говорили об блокаде. Человек погружается. Обратите внимание, что мы не жили при блокаде, но мы откуда-то об этом знаем. Мы не жили при Великой Отечественной войне, но мы откуда-то об этом знаем. Откуда все мы прекрасно знаем, откуда, но это такой очень телесный опыт. Нам рассказывали, но откуда у нас телесный опыт. Я смелюсь сказать, что так же он оттуда, что это все находится в нашем коллективном бессознательном. И трансгенерационная теория передачи травмы говорит о том, что только третье поколение начинает отвечать за то, что делало первое. Ну, то есть наши деды и бабки как раз сейчас нам передают, так сказать, эстафету по гореванию, по выживанию и так далее. Именно поэтому сейчас в Германии очень много депрессии. Люди живут прекраснейшие, они не понимают, откуда у них депрессия. Они забыли про мандалы. Хорошо, давайте про мандалы. Они забыли про то, что их деды и бабки не оплакали определенной потери. И не приняли чувство вины там, ну и так далее. Много чего. Тут большой компонент. Уйду отсюда, ладно, потому что это такая очень тонкая тема, и она вызывает много чувств. Я бы не хотела сейчас вызывать у вас какие-то сильные мрачные чувства. Я хотела скорее вас вдохновить на вашу собственную жизнь, на исследование вашей жизни более детально и более такое сострадальческое. Сострадальческое в том, что ваша психика, как и любого другого человека, ищет целостность. И иногда, иногда это непросто. Точнее, далеко непросто. Мандалы. Юнг в какой-то момент начал рисовать мандалы. Да, встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным. А знаете почему? Потому что у нас очень большой опыт брошенности. Потому что у нас не было такой мамы, которая... До свидания, Татьяна. Спасибо, что написали. У нас не было такой мамы, которая могла бы принять нас любым. И говорить, да, неприятно, но все пройдет, не бойся. Или у нас есть такой опыт, но он касается, например, только падения. Потому что наших родителей тоже, извините, никто не знал, как воспитывать. Главное, у нас с вами какая концепция в российской выборке? Абут, одет, накормлен, что тебе еще надо? Наши папы и мамы были воспитаны в этом. Дальше наши мамы и папы постарались дать нам образование или говорить о том, что это важно. Отлично, это следующий шаг. Но вот навстречу с собой, это уже, так сказать, наша карма с вами. И мандала – это то, что принадлежит буддизму. И Юнг очень много уездил на восток и принес восточные знания на запад, в том числе и алхимию, в том числе и йогу. У него есть очень интересная книжка «Йога кундалини. Комментарии к йоге кундалини». Это очень интересная книжка. Он описывает каждые чакры с точки зрения научного подхода. Это потрясающе. Он увязывает энергетические и стереотические вещи со смыслами научными. Он все объясняет научным языком. Возвращаюсь к мандалам. Так вот, мандалы – это образ, круг и центр. То есть важен круг и центр. А дальше этот круг заполняется. Вы, наверное, видите сейчас мою презентацию. Да, вот как раз образ мандалы я вам сейчас представила. Обязательно симметрично так, чтобы… А что не обязательно симметрично? Ну, в буддизме обязательно симметрично. И Юнг каждый день рисовал мандалу, представляясь о том, что его переживания каким-то образом контейнируются в этом. И сейчас очень много людей это делают. Но только я вас очень… Я, как специалист, очень рекомендую вот это вот раскрашивание мандал. Знаете, вот сейчас есть такие вот эти альбомчики. Там вот, вот как сейчас эта мандала, вот точно такая же представлена, только теперь вы должны ее раскрашивать. Может быть, кого-то это успокаивает, но это не приносит, не приносит целостности. Это скорее создает успокоение в каких-то деталях. Юнг разрабатывает концепцию мандалы и понимает, и увязывает концепцию самостей, концепцию Бога и концепцию мандалы. Говоря о том, «Я в материалах вам вышлю «Ливерпульский сон Юнга». После этого он понял, что такое мандала. Ему во сне приснился город Ливерпуль, и дальше он его интерпретирует, почему Ливерпуль, в котором в центре города росло дерево. И он видит, что на самом деле это центр психики, центр, организующий центр психики. И самость – это тоже организующий центр психики, в котором есть соединение всех противоположностей, в котором все увязано. И мандалы являются воплощением, материальным образом самости. А Бог, точнее, образ Бога, потому что мы не можем говорить о Боге, мы все говорим об образе Бога. Образ Бога, спасибо, Мария, образ Бога – это то, что происходит в нашей психике, как некий тоже образ самости, который наша психика может постичь. Никто не видел Бога, никто не видел самость, никто не знает. Но мы можем представить себе, вообразить это в виде каких-то образов. образ Бога, образ мандалы, образ какого-то священного животного – это все некие архетипические образы, которые нас возвращают к пониманию центра себя. Мы сегодня с вами должны закончить. Я приглашаю вас написать вопросы, я обязательно на них отвечу, мы договорились. Вот презентация небольшая, я не хотела много, но я, если нужно, я ее вышлю. Ну, точнее, я же сказала, что вышлю, потому что у нас будет Ливерпульский сон. Вы читаете Ливерпульский сон, но он находится также в воспоминаниях, размышления сны, воспоминаниях, размышления сонга. Меня попросили написать книжку, я напишу эту книжку, презентацию. Как вы думаете, можем ли мы закончить? Спасибо вам огромное за ваши отзывы. Мандалы можно рисовать самим, совершенно верно. Рисуем круг, центр и дальше заполняем, как хотим. И каждый день можем это делать. Это способ себя контейнировать, способ себя выстраивать. И это гораздо интереснее и лучше, чем раскрашивать чужие придуманные орнаменты. Это тоже, наверное, хорошо, но мне не очень, мне кажется. Мне не очень. Я вам желаю всего лучшего. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся в каких-нибудь еще семинарах, которые я буду проводить, или там какие-то программы, где я буду участвовать. Добро пожаловать на базовый курс по юно-геанскому анализу. Можете меня найти, какие-то вопросы задать. Все у вас есть. Как говорится, помните, как в летучем корабле, земля в добрый путь. И вам очень хорошего лета. Искренне желаю очень хорошего лета. Плевать, что мы никуда не можем поехать за границу, но мы можем поехать внутрь, и никто от нас не отнимал в наш внутрь. Всего доброго. Отлиняемся. До свидания.